привет всем вы на канале семейка ты приехал я в деревню вот пришла мне вот эта штука под названием подрамник надеюсь сосед саша мне поможет его поменять очень на это надеюсь и так что по сегодняшнему видео приехал я в деревню и сразу пошел на пруд ну по привычке всегда обязательно я иду на пруд вот обошел пруд и нашел там карпика карпика уже нашел с отъеденной головой и там хвост подъеденный что я думаю я думаю что это проснулись раки и сегодня я решил все-таки поставить раколовку вот приготовил ее я надеюсь что у меня получится поймать и проверить как себя чувствуют раки после этой сложной тяжелой зимы сейчас я быстренько распакую подрамничек посмотрю в каком он состоянии и пойдем на пруд устанавливать раколовку в эту раколовку я положу того же карпика покажу вам и еще кое-что покажу что с собой я привез так как остаюсь здесь ночевать в деревне поставлю раколовку на ночь и посмотрим залезут раки в эту раколовку или нет вот так ну сейчас я быстренько распакую подрамник и пойдем на пруд итак берем раколовку надеемся что все получится и есть возможность проверить в действии при ходьбе вот стабилизатор для экшн камеры бюджетный кстати называется он у нас а и стеди х х м и на странице в нашем вконтакте есть альбом фотографии как им пользоваться ну что идем с вами на пруд покажу этого карпа случилось и будем заряжать раколовку кстати по пруду то я уже увидел что поверх уходит рыба именно крупные караси крупные караси которые мы которых мы запускали с почищенного пруда деревенского я уже видел там спинки они такой стайкой стояли вот что еще я в деревню приехал какие новости по деревенскому пруду вчера был пожар мне позвонили сказали что был пожар пожар был как раз напротив большого почищенного деревенского пруда вот там видно люди погубали погуляли в домики и но спасти дом не удалось поздно их вызвали но какой плюс приезжали две пожарные машины вот эти и они прекрасно набирали воду урал и два приезжали два урала и спокойно набирали воду с почищенного пруда мне сказали что здесь урала когда приезжали воду брать все-таки сыровато они завязали вот один урал вот даже следы его вижу его уже тащил вот здесь он стоял оттуда шланг протягивал и набирал ну два урала как мне сказали набрали отсюда без проблем ну вот он пруд сразу вижу лягухи лягухи плавают вот столько набралось воды сейчас в этом пруду это совсем немного я думаю до метра сейчас здесь глубина так что ко мне претензий как это любят делать что вот воды нет ты виноват туда-сюда почищенный деревенский пруд водой все-таки набирается и уже свою функцию выполняю сейчас покажу этого карпа кстати в тот раз карпа которого я находил пробитого я тоже вот положил под ведро и уехал приехал ведро было перевернуто на сильный ветер и карпа я не видел возможно могло его снести в пруд но это все-таки другой карп потому что у него посмотрите по сравнению с тем нету нету на голове вот этого отверстия так что этот карп погиб уже именно от раков вот я вижу такую характерную но летом у меня раки тоже ловили глупых карпов и вот так их объедали вот так произошло сейчас но вот объеден хвост объедены плавники так что мы сделаем мы в раколовку положим этого карпа карпика карпа все-таки глупее карасей тем более они вот у меня привезены вот человек который именно разведением карпов занимается у него там больше никакой рыбы нет тем более раков так мы закинем сюда карпа совсем недавно погиб потому что вообще пахнет чисто свежей рыбой и что я подумал в деревне приехал взял себе такую пайку перекусить запущу я вдобавок сюда еще двумя крабовыми палочками называют и у меня такая есть рыбка всем известная желтый полосатик вот и две такие рыбки я сюда запущу вот так немножко но но хватит посмотрим что из этого выйдет раковку я оставлю на ночь сниму ее утром честно говорю не уверен что в раколовку зайдут раки почему потому что в прошлом году я тоже пытался поймать раков именно ранней весной попались первыми попались линии потом забрел один крупный рак в раколовку все это видео есть на канале поймался хорошо стали ловиться раки только уже после именно и июля когда уже тепло после июля так что сразу говорю что результат будет не факт что будет таким замечательно что-то поймаем тем более вот еще пруд обсыпался сейчас буду думать куда ставить раколовку еще хочу сказать что сейчас самки в основном должны с укрой сидеть в норах если будут заходить в раколовку то скорее всего только самцы вот так ну что пойдем ставить раколовку а кололочку я поставил вот сюда вот сюда и сейчас посмотрим что у нас там получилось будет ли что или не будет ох ты я вижу одного линька и рака опять ли не первый да 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 вот сейчас приманочка не для линя было врачок все таки нам залез вот он смотрите какой маханьки маханьки малышочек так ну что линьк рака я выпущу сейчас и линька выпущу но пока у нас еще холодновато все таки линька 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 красавчик такой маленький все отпускаем чистенький долго держать не будем отпускаем лягухи там плавают и раком отпускаем как будто рак рак вяленький сонные сонные да ушел и так что у нас поели для этого карпика карпика чуть-чуть поглодал рак совсем чуть-чуть вот а крабовые палочки никто не позарился и не позарился никто на как она желтый полосатик ну что раки начинают потихонечку ловиться значит все таки какая-то часть из них выжила я надеюсь вообще все выжили надеюсь не всех так сильно присыпало будем наблюдать как они будут развиваться это получается был маленький самец самки сейчас должны быть все с икрой и они сидеть должны в норах как будет потеплее раки уже будут активны и если с ними все в порядке если с ними все в порядке то мы будем наблюдать их чаще вот так очень хочется посмотреть будут ли они плодиться в этом пруду надеюсь что вода все-таки придет в свою форму она станет такой прозрачный попозже и тогда будет уже видно все замечательно но если что конечно может мне удастся еще понырять с маской что-нибудь разглядеть вот так ну и рыбалочка будет все у нас ну что на этом пока все всем пока удачи и хорошего настроения и и